МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В третьей четверти москвичи безнадежно уступали минус 19, однако затем ЦСКА совершил фантастический рывок 24-0. В этот момент на первых ролях оказались Быков и Соколов. Армейцы уверенно выиграли две десятиминутки, а вместе с ними и матч. 79-63 ЦСКА в финале. Это последний шанс был для Локомотива. Мы знали, что они будут бороться из всех сил. И этого надо было ожидать. После большого перерыва я не знаю, что произошло. Может быть, как-то этот прессинг застал нас врасплох. И мы просто не справились против агрессивной защиты ЦСКА. Химкам в третьей встрече с Униксом отступать было некуда, поэтому они с первых секунд завладели инициативой на паркете. Одним из главных героев игры стал нападающий Химок Сергей Моня. Он успевал делать блокшоты, подбирать и забрасывать мячи с дальней дистанции. К большому перерыву хозяева ввели плюс 15. В паузе наставник Уникса Евгению Пашутину так и не удалось завести своих подшефных. 77-56 Химки. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу казанцев. И теперь клубам предстоит провести четвертый матч здесь же, в Подмосковье. Терять уже нечего, потому что не имеем права на ошибку. Поэтому я очень рад, что сегодня у всех игроков процент повысился на падение. Забили много решающих бросков, поэтому мы выиграли, что забили сегодня. Очень плохой процент в Казани. Отвратительно мы трешек там 4, что ли, с 21-4 в первой игре. Ну, очень плохой был. И сегодня мы, я думаю, этот процент был неплохой. И двухочковых, и я думаю, что это и сказалось.